МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ситуация, в принципе, не меняется, не меняется, то есть независимо от вот этих санкций. Они дают уменьшение оборота, где-то товарооборот на 35%, причем, так сказать, и по России, даже тут Патадастана, она не меняет эту структуру, она не меняется. Доля азиатских стран составляет примерно 30%. Все. Значит, поэтому даже когда мы говорим о Китае, о большом Китае, он самый, конечно, большой с точки зрения страны, но когда мы берем совокупность регионов Европы, она опережает, есть страны, есть с точки зрения взаимодействия с Россией, доля Китая около 10% товарооборот. Значит, действует общая схема, значит, в этом случае экспорт в те страны, то есть экспорт сырья в те страны, которые нуждаются в сырье, и продукция низкой технологической переработки, оттуда идет машино-техническая продукция. Значит, это касается и Европы, это касается и Китая. Вот посмотрите данные экспорта в Китай. Значит, мы поставляем, прежде всего, неральные продукты в Китай. Из Китая идут, так сказать, в порядке импорта, прежде всего, машино-технические товары. Ну вот. В этом случае, в этом случае, вот когда здесь говорят, все, мы можем войти, где закрепиться. Ну, Европа сложно, в Китае сложно, да? Вот центральная Азия предмет, как бы, дискуссия, мы там можем закрепиться или нет. Ну вот, давайте в несколько стран возьмем, так сказать, хотя бы две. Самый бедный, самый богатый. Афганистан – самая бедная. Да, находится в регионе Центральной Азии, так же, как и Монголец, традиционно. Значит, и Казахстан, как наиболее развитое государство, где, значит, ВВП с точки зрения паритета покупательных способностей приближается к российскому. Вот карта, которая показывает, каким был Казахстан раньше, до распада Советского Союза. Это промышленная, так сказать, республика с большим шлейфом промышленного, комплексно-высоких технологий, машиностроительный комплексно по северу Казахстана. Вот, посмотрите, динамика 1991 года и 2011 года. Вот в 1991 году Казахстан был таким, то есть республика, где действительно машиностроительный, всегда занимал около 12%, топливный – около 8%. Ну и вот современная ситуация, когда топливный комплекс вырос, так сказать, до 50%. В этом отношении можно говорить о том, что структура, в общем-то, структура и России, и Казахстана, они за это время только сблизились. И вот на этой основе, как бы, схожести структурой взаимодействия глубокого развития не происходит. Вот здесь говорилось о ЕС, вот посмотрите, опять же, так сказать, динамика ситуации, ну, с точки зрения Казахстана. Казахстан, значит, его объем товароборота падающий на страны ЕС, 10-й год, 21%, 16-й год, ну, чуть-чуть больше, 22%. Скелет этого взаимодействия в России не имеет и 10% товароборота со странами ЕС. Там одна только Беларусь, около 60%, но это, так сказать, респорт из стран Европы. Ну, посмотрим, так сказать, с точки зрения вот такого товарного диалога с Казахстаном. Это важнейшие партнеры Казахстана. Доля России всего 20%. Опять же, так сказать, страны, развитые европейские, 30 с лишним процентов, ну, плюс другие. Россия всего лишь 20%. То есть, явно, так сказать, дисбаланс с точки зрения интеграции экономик России и Казахстана. Что поставляется России в Казахстан, я обраду, да примерно одно и то же. Вот поставки из России в Казахстан, самые крупные, это, прежде всего, нефть, нефтепродукты. Несмотря на то, что там нефть, добывается автомобильный бензин и прокат. Обратно из Казахстана опять плоский прокат продукции неорганической химии, железные роды. В позиции очень близкие, по степени технологичности. А вот теперь вот эти важнейшие партнеры Казахстана с точки зрения инвестиций. Посмотрите, удельный вес России около 7%. Нидерланды 30%, США 22%, Китай, кстати, намного меньше, там только 6% с небольшим. Ну, причину я вот назвал. Однородность, значит, отраслевой структуры. В принципе, небольшие возможности, что линия взаимодействия. По линии высокопромышленной кооперации, линия взаимодействия так больше. По линии сырьевой, там, посмотрите, значит, кооперации между странами Персидского залива, Северной Африки минимальная. Несмотря на то, что они создают различные там союзы и так далее. Минимальная Афганистан, страна, с которой мы имели очень тесные отношения, 50% всех предприятий и так далее, объектов промышленных более стерженов с точки зрения помощи Советского Союза. Вот теперь ситуация, хотя не очень теплотная ситуация, ситуация, доля России в общем импорте, значит, Афганистана 2%, а вот доля, так сказать, России в общем объеме афганского экспорта составляет всего 0,7%. Вот такая ситуация. Кто они, партнеры Афганистана? Ну, это прежде всего, по линии импорта, это Иран, Пакистан, Китай, по линии импорта, так сказать, это Индия, Пакистан и Иран. России здесь нет. России здесь нет. Ну, вот что касается взаимодействия теперь Китая и Афганистана. Китай очень активно уходит на афганскую площадку, вкладывает там большие средства, хотя, казалось бы, страна, так сказать, территориально отдалена несколько, но там есть площадки для инвестиций, это прежде всего месторождение нефти, извините, недавно открытые, которые считаются крупнейшими в мире. И вот, соответственно, китайские компании, которые вкладывают около 3 миллиардов долларов, вот это месторождение с войной. России тоже предлагает соответствующая площадка, это газопроводы. Газопроводы. Значит, вы знаете, что был проект газопровода в свое время, то есть Туркменистан, когда там в 8 году задвижку поставили, значит, на юг в Карачи, там жижение, разложение жиженного газа. Проект не удался, так сказать, не удался, потому что аргентинцы не смогли, американцы, так сказать, могли, ну, так сказать, смогли проконтролировать ситуацию. Вот сейчас ситуация, она как бы повторяется с газопроводом, но он будет иметь несколько иной конфигурации, то есть не в Карачи будет уходить, а будет уходить на территорию Индии. 10 миллиардов долларов, так сказать, от 8 до 10 миллиардов долларов, вот это, так сказать, величина инвестиций, которые туда нужно вложить. И, в принципе, предложение было сделано российской стране. Пока нулевая реакция. Китай вошел, мы не входим. Значит, ну вот теперь непосредственно Россия и Китай. Россия и Китай с точки зрения уже тех же самых инвестиций. Вы знаете, ситуация, в чем интересно, мы не знаем, сколько вкладывает Китай в Россию. Оценки расходятся на порядке. Ну, посмотрите, по данным, так сказать, Центрального банка, по данным платежного баланса, значит, 15-й год 645 миллиардов долларов, 350 миллиардов долларов в 2016 году. Значит, согласно китайской статистике, совершенно другая статистика, значит, китайская страна говорит о текущих инвестициях в размере около 3 миллиардов долларов и о накоплении китайских инвестиций в Россию. Тут уже по оценке пошли самые разные. Еще, пожалуйста. Вот с точки зрения, так сказать, китайских представителей оценки пошли от 3 миллиардов до 42 миллиардов долларов. Кто как говорит. Поэтому мы даже не имеем представления четкого о том, сколько китайских инвестиций сейчас в Россию. Но можно утверждать, что Китай действительно инвестировал в Россию достаточно много. Но вот что интересно, казалось, в точках, где Китай мог вложиться, он туда не вкладывается. Вот, посмотрите, структуру накопленных инвестиций в российские особые экономические зоны. Вот, посмотрите, здесь нет России. И, скажем, когда у нас Алабуга, свободная экономическая зона, там пришли турецкие инвестиции. Там нет китайцев. Китайцы нет, потому что они влияют особые условия, так сказать, те, которые в этих зонах не выдерживаются. Значит, куда Китай вкладывает сейчас деньги инвестиции? Ну, вот есть три группы стран, куда он преимущественно осуществляет вложения. Это, прежде всего, богатые страны, значит, Европа, Западная Европа и США, где он просто скупает бизнес. Это беднейшие страны Африки и Юго-Восточной Азии, где он, соответственно, размещает свое производство. Есть дешевые рабочие силы, есть низкое экологическое законодательство. Ну, и есть, так сказать, одномерные сырьевые экономики, связанные с обычными сырьевыми, такие, как арабские страны, прежде всего, Саудовская Аравия, и Казахстан. Вот, страны со средним уровнем развития, которые пытаются сделать рывок, имеют диверсифицированное, так сказать, промышленное производство, они затрудняют выбор, в этом случае, китайской страны, куда что вкладывать. Потому что, чаще всего, он плодит в себя конкурента в этом отношении. Поэтому вопрос о том, куда готов вложить Китай, это действительно вопрос. Значит, ну, многие считают, что он вкладывает деньги там, где вот в России, там, где домовая сырье, то есть ТЭК. Ну, давайте посмотрим, вот там динамика, положение в 16-м году, скажем, да? Да, 5-й, 16-й год, достаточно продолжительный период. Мы видим изменение предпочтения китайских инвесторов, они вкладывают, так сказать, вот прежде всего транспорт и высокие технологии. Это действительно то, что им надо. Топливная вещь такая, сырье, можно завести из Брежного Востока и так далее. А это то, что необходимо. Китай крайне нуждается в соответствующих технологиях, нуждаются вот этих транспортных коммуникаций транзитных, о которых сейчас была речь. Поэтому, в принципе, подводя итог, можно говорить о том, что действительно основа кооперации с Китаем, дальнейшие, это высокие технологии, это совместная промышленная кооперация на базе высокотехнологичных производств, и это есть, так сказать, транзитные транспортные люди. Китай очень пристально смотрит на Россию с точки зрения наличия здесь научного потенциала. Это мы считаем, что мы отрехалили настолько, что мне интересно. А мы для Китая очень интересны, потому что фундаментальной науки, такой, как в России, там пока еще нет, хотя вкладывается масса усилий, чтобы она была. Прикладная наука неплохая, вот, скажем, Шенчжен и так далее. Но этого не хватает. Не хватает, и поэтому Китай очень приклонен его внимание, так сказать, на специалистов в области фундаментальной науки, поэтому китайские программы по привлечению ингостранных специалистов, они останы, прежде всего, на этом. Ну, посмотрите, это технологический бизнес, это даже не технологический, это бизнес, патронная технология, то есть в виде лицезанных соглашений, ноу-хау, патентов и так далее. Вот здесь видно, что Россия действительно привлекает к этому отношению. И прежде всего, так сказать, это уже не региональные услуги. Там, где доводка до промышленного образца, уже минимально. И покупатели наших технологий, а тут не слабая эта страна, на первом месте, так сказать, США, Германия, Нидерланды и дальше Китай, Банк-Ладеш и Индия. Наши технологии востребованы, наши специалисты тоже. Ну вот, завершая, так сказать, еще хочу сказать, что есть еще одна ниша, конечно, для взаимодействия. Когда он говорит, а с остальными странами, у нас еще осталось страны Ближнего Востока, Южная Азия и так далее. Ну, это, конечно, совместное участие в сырьевых проектах и поставке продовольствия. Вот это очень актуально для них. Здесь Россия вполне может входить. Мы знаем, что наши нефтяные технологии с уровнем переработки, скажем, нефти свыше 90%, то, что это остальное делается. Ну, скажем, уровень обводненности скважин 20% больше арабы уже не осваивает. Мы осваиваем скважины там, где уровень обводненно свыше 80%. Мы имеем таких технологий, они имеют. И поэтому, скажем, в провинции ПАРС, Южного Ирана, работает наша компания, в том числе Татарстанский и так далее. И второе, это, конечно, поставки продовольствия в те страны, где хватает. Ну, пятая часть поставок продовольствия страны Ближнего Востока, Северной Африки, 30% поставки зерна, это Россия. Вот здесь мы можем развиваться. Ну, завершая, скажем о том, что связи, вот по факту, так сказать, очень слабые. Ну, вот возьмем там, вот, значит, в Саудовской Аравии 11 миллионов татарстанов связи. У нас 20 миллионов аварооборота, из них 11. Визиты, которые наносятся туда, они зачастую не имеют эффективности. Почему? Да потому что многие вещи мы не сделали. У нас основа не заведена. Основу, так сказать, как один араб сказал, будете жить по-нашему, будете с нами иметь связи, да? Вот, значит, основа, одна из основ, в Исламской, так сказать, банке, Исламское страхование, чего у нас нет. Вот создали тогда, так, фондбанк, первый в России, так сказать, подразделение по исламскому банкингу, оно было разрушено вместе с Татфонбанком. Ну, и последнее, я буквально скажу в двух словах, пускай они покажут. Значит, это вот участие в этих транзитных проектах. Вот там транспортный маршрут, который он часто рисует, да? Это евразийский транспортный коридор, не по европейски, а евразийский, проходящий через Россию. Они вот точки пересечения в Казани, вот это остальное, нет близко. Я скажу так, что ни один из этих проектов не был реализован до конца, ни один. Подписались под силами, не реализовали ни один. Куча там нерешенных проблем. Но китайцы предлагают новые вещи, на которые мы очень идем с трудом. Это вот проекция канала между Персинским и Залевым, Каспийским морем, который вообще может изменить кардинально проходку судов, минув свой искал, так сказать, канала. Но все требует денег, совместного участия. Совместного участия мы, значит, очень боимся. Когда Китай предлагает условия концессии, мы прям боимся этих условий концессии. Поэтому у нас заморожены эти участки железнодорожных строительства, поляне Транссиба, высокоскоростные участки, и проект Европы-Западной Китая, автомобильный транспортный коридор, и Европа, значит, Север-Юг и так далее. Заморожены огромные участки, хотя Китай в других странах мира эта логистическая сеть построила, и, в общем-то, она служит и интересам Китая, и интересам тех стран, на которых мы говорим, что она закончена. Редактор субтитров А.Семкин